Даже не знающие люди спасения, относились в этот день, как-то говорили, то нельзя делать, это нельзя, и пророк может наказать за это. Рассказывают такое, что в этот день, говорят, они все разгребают, сок складывается, подошли и говорят, сегодня нельзя делать. Грозный такой память пророка. А да ладно вам. Ну и говорят, только они закончили, говорят, грянула молния, и как бы сгорел весь стоп. Ну это так рассказывают в народе. Но мы, когда читаем Священное Писание, то видим. Видим, какую ревность показал нам по Боге этот пророк Илья. Страшное гонение было. Сам царь уклонился в видопоклонстве. Народ, большинство уклоняется в видопоклонстве. Но ревность, которая от Бога в нем не дает ему покоя. Он говорит, обличает царя. Гонение. Бог укрывает его. По всей земле голод. Но Господь сам питает его. Посылает ему пищу. И когда пришло время, то он вышел туда смело. Один. Хотя много еще было пророков сохраненных. Но ревность по Боге, в принципе, показал только один пророк. Илья. Когда он показал, что с ним Бог, когда жертву, облитую водой, многократно, огонь сошел с неба и попалил. И тогда все пророки Ваалова были им избиты. И наказание отступника было вскоре. И Елизавета, которая искала его смерти, была выброшена из окна. И псы съели ее. И Ахав также погиб. И видим, какой конец его жизни. Когда он был восхищен Богом на огненной колеснице, на небо. Но он, говорит, пророк и второго пришествия Христова. Мы знаем, что перед вторым пришествия Христова пророк Илья должен явиться, еще пророчествовать, выгриствовать, и будет убит вместе с пророком Инохом. Ибо два человека, которые взяты, живи мне на небо, Инох и Илья пророк. Ради всех вас, Господь. Сейчас слово скажет еще нас. Во имя Отца, и Сын, и Святого Духа. Евангелие от Иоанна, 5.39. Написано, исследуйте Писания. Не просто взять и перечитать, а исследуйте Писания. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Не от того, что люди будут говорить не сходное с Писанием, а они Писание свидетельствуют о Мне. Все Писания от самого начала. Будет поражать тебя в голову, змей, потомство. Речь идет об Иисусе Христе. А жарить будет грех. Я поставил давно себе такой вопрос узнать. Почему на горе преображения принято считать, что это Павлорх, это Писание умалчивое, являются вместе Боисей и Илья с Господом Христом и беседует конкретно об его исходе. А что? Толкует так, святые отцы. Моисей говорил, я приносил жертву Агнца. Мазали кровью косяки перекладину. И туда ангел не входил, не уничтожал первенца, под скота до последнего князя. Согласна. Это тайна какая? Ну, открыта она. Ну, а дальше-то почему ничего не сказано? Как дальше развиваются события? Он выводит из плена. Кто? Моисей. Я по частям сам разбирать увидел. Возникает через 600 лет новая грозная религия, мусульманство. Ислам. Руководитель их, основатель это Мухаммад. По-русски Магомед считает. И он вводит новые имена. Моисей Муса. Муса. Муса сжалели, это отсюда взято. Значит, что-то он слышал и знал. А что в Илье слышно? Вот вопрос. Мы считаем в Священном Писании, что евреи знали о нем. Иисус воскликнул Илье, Илье, ломаться вахфани. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? А евреи говорят, Илью зовет. По-еврейски Муса, это Муаше, Муше Даян. У них другое название. Это нам греки принесли, все без этой буквы Ш. У них нет Иерусалим, у них Иерусалим. Но мы все приняли, мы согласны с этим. Но подходят мусульмане. В разных местах мы были. У них главный вопрос. А кто последний пророк? То есть мы должны назвать пророком, кого они признают основателем их религии. Мухаммад. Хотя я нигде, стараюсь не касаться. Но тут просто необходимо. Я им отвечаю. Последние пророки сойдут с неба. Они там живые. Еноха и Илья. Их антихрист поразит. И они будут лежать на улицах три дня, три ночи. И люди будут поздравлять друг друга, посылать подарки. Избавились от тех, которые мучают их. Я думал, что сейчас они начнут спорить. Ни разу, нигде они не заспорили. Хотя они намертво это знают абсолютно точно. Что последний пророк на земле был, это тот, кто основал их религию. У меня сразу второй вопрос. А почему они не спорят? Я нахожу это благодать Божия. Вот у русских, возьмите. Мы можем узнать даже по тому, как главные правители в стране, где мы живем. Два Ильича, то Владимир Ильич, то Леонид Ильич. Значит, Илья имя фигурировало. Ильинские храмы. У меня в лагере почти ни разу не было, чтобы Илья одного не было. А то два, даже три Ильи. То есть это очень известно в народе. А почему ни одного Моисея нету? И у нас Моисея еще никого нету. Кто так создал, что если они на горе преображения вместе, и Анна Таус об этом говорит один от мертвых, другой от живых, почему в русском народе это нигде не сохранилось? Кто это сделал? Вот эти вопросы и есть исследования Священного Писания. Что мы знаем про пророка Моисея? Как он родился? Как мать спасла его, положив корзинку, и как усыновила дочь фараона. И далее, как он своему народу любовь проявляет. Убивает египтянина, потом бежит. И в конце мы видим, когда он вывел народ, народ бунтует. Мы говорим, грозный Илья, везде говорят, грозный Илья. А Моисей? Тот 850 голов отрубил. Это все, больше за ним еще нету. Этот сразу одновременно 3800, 18000, живем целое семейство, сходят в ад со скотиной, с шатрами. Более грозного, чем Моисея, не было на земле пророка. В народе русском вообще это не знают. Ильин день. Мы его сделали закрытием лагеря. Ильин день. Пожалуйста, какие слова считаются? А Моисея в день где? Вообще нету. Я разговариваю с архиереем, и они не могут назвать. А это любая бабка знает. Кто это так сделал? Я не могу не задавать эти вопросы, потому что на суде Божьем я не могу сослаться на Моисея, как иудеи. Потому что Моисей сказал, 18-15 считаю в Мое Второзаконие. И среди вас, как меня, восставит Господь пророка, его слушайте. И поэтому Ян Затамус, как бы ни ссылались на Моисея, Моисея скажет, я вам сказал, пророк придет. Мы знаем, пророк Исаия предсказал от Девы рожденной. Это так и исполнилось. В народе израильском он известен. Люди идут сегодня поклоняться Ильи. Сегодня почти во всех храмах это будет служение. У кого-то дед, бабка Ильи были, помолятся за них. А Моисея... Меня исследовали, когда ждали одного профессора. Приехал Моисей Ааронович. Я скажу, и все улыбаются. Понятно, кто за вами следил. Почему? Моисея неизвестна. А Моисей написал три книги. Бытие, Исход, Левит, Числа Второзакония. Тора. Это основное оружие. Тора. Любите Тору. Показывайте, как они любят Тору. Главный закон, которого они держатся, не приняв Христа. Я решил жениться. Ты только женись на той, которая Тору знает и любит. Она хочет выйти замуж. Только и не ищи такого мужа, который Тору любит. Значит, вот так, если бы у нас при жених везде венчание и священник наставил, выходить замуж только за того, кто Писание знает, кто любит Писание, кто живет по Писанию. Тогда не надо будет разводы искать. Не надо элементы будет платить. На скорую руку, на долгую муху. Я стал дальше исследовать. А что известно про Ильи? У евреев есть специальные книги, которые толкуют, толкуют. Ну, можно сказать, легендарные. Про Илью говорится, отец его Савах. И когда он лежал еще в люльке, в это время видел, что ангелы подходили и кормили его огнем. Пророк Илью. Здесь глубокий смысл. Огонь. Ревностный. Это он кинул такую празу, долго ли вам хромать на лобоколеном. Если бы сейчас пророк Илья был, он бы спросил с нас, наверное, что-то. Моисей прямо говорил. Прямо говорил людям. Нет иного Бога, кроме Еговы. Нет. И кто, если лежащая на груди твоей, жена скажет, пойдем служить другому Богу, как по православным всех, кто куда-то. Да не пощадит ее рука твоя. Завтра донеси, чтобы ее больше на земле не было. Мы, когда сравним эти события, они настраивают нас на то, что в равной степени угодные Богу люди получают и кончину разную. Один разходит на гору, и вдруг предстает дьявол. Хоронят люди, но здесь хоронит Ангел, Михаил Архангел. И они спорят, что Архангел спорит, это один раз в Библии говорит пророк Иуда, евангелист, не евангелист, а апостол. Почему там он спорит? Это другой вопрос. Может за убийство того где-то. А как Илья? Никак. Илью? Может Моисей кто-то и нашел бы, его гроб где. Но до того, что он однажды сказал пять лишних слов, пять. Я посчитал все по буквам. Господь говорит, скажи, скале сей. И вода пойдет прямо из скалы, накаленной там, южным солнцем. Так неужели из этой скалы, вот это он сказал Богу, говорит, и ты не войдешь в литовную землю. Богу не надо, неужели, неужели это сомнение, сомневающиеся подой в морской волне. Ты видел под морской волной, сколько погибло? Ты сам Моисей разделил, и не войдешь. Но Бог разрешил с горы посмотреть, благоухающие долины. Что Бог приготовил? Вы относите это к себе, что нам Бог дал, где мы находимся в обитованной земле. Кто ропщик? Ропотники ни один не войдут, они разъедутся, что угодно с ними будет. А дальше он видит в совах, что ангелы пеленают младенца огненной лентой. Но скажут, этого в Библии нет. Нет. А все-таки очень похоже на то, каким он был. Такая кончина. А какая кончина у Ильи? А никто не знает. Вдруг огненная колесница, тоже огонь. А Господь говорит, хотел бы не здесь и огонь. В вас, с которой возгорится Дух Святой, это об одном и том же говорится. Если Иоанн Креститель был притеча первого пришествия, то Илья второго. Если вы хотите, то Илья, Иоанн Креститель пришел, но не узнали его. Илья приходил. А в лице его как бы. Как бы. И что? А вот отсюда нужно сделать очень большой вывод. Пророк Малахия называет в одной главе и Христа ангелом, и Иоанна Крестителя ангелом. И Илья это ангел. В образном выражении. И вот в сегодняшний день батюшка говорил о том, как вот люди, существует такое мнение. Это не только мнение. У меня на работе человек, ну, хороший, работает. И говорит. Я это слышал, ну, сказал, ну, вали какие басни-то. Мы взяли машину, поехали. Машина сломалась. Мы не можем стены вывезти. Кое-как завели, поехали, машина загорелась. Это мне, которые рядом люди были. Что это означает? Это связано только с покосом почему-то, с стенами, не с какими другими работами. Это обыкновенный рабочий день. И вот мы видим, как Господь награждает своих избранников. Один оставляет ученика. Моисей оставляет кого? Иисуса Новина. Иисуса Новина, который покажет еще больше. Он поднимет руку даже на своих родных. Готов истребить колено. Кто будет против? Почитайте книгу Иисуса Новина. Она так и называется. А Илья оставляет кого? Оставляет. Знаете, Елисей, как он исцелял? Как сегодня читали, Еймана исцелил, сирийского военачальника. И это не все. Он просил то, что ни один человек не просил. Чего просил? Мудрости, Соломон. И Бог похвалил его. Ты не просил смерти врагов. Не просил долговетия. Не просил богатства. Все дам тебе. Но ты просил мудрости. А этот просил не мудрости, а Духа, который на тебе, чтобы на мне был вдвойне. Вот это мы должны видеть. Слыша, как святые подвязали Духи Святом. Господь, дай мне тебе служить. Чтобы мы знали, кровавая среда, пятница. Как в этот день себя вести? Я затрагиваю одну тему. Мы живем в прекрасном месте. Люди пишут отовсюду, даже видя картинки, какое богатое у вас место. И вдруг отпуск. Живут не так и богато. Едут в какую-то другую страну, особенно в Горный Алтарь, куда едут все холдуны мира. Считают место связи с космосом где-то. И наши люди туда идут. Я уже не один раз говорил. Я знаю, в кровавую администрацию поехал один город. По сегодняшний день никто найти не может. Теряются люди. Едут туда. Тебе надо домой. Вон елбан, любое избери. Поставь палатку, живи рядом. Зачем? Это неверующие люди. Это языческие страны. Вы побеседуйтесь с этими людьми. Мне уже неоднократно говорил. Я им надоел. Поэтому отмечая день пророка Ильи, мы как бы пророчески заглядываем в будущее. Господи, а пророк Илья приходил. На оба колена-то хромать не разрешал. Если Господь есть Бог, ему служите. Если язычники есть там, идите служите им. Зачем осквернять одно другим? На оба колена. Колени у нас часто болят. Особенно болят и священников ноги, потому что стоят на одном месте. Надо идти на благовестие. Четко и ясно свидетельствовать. Бог основал церковь. Это православная святая церковь. И об этом говорить надо. Пророк Илья услышит сегодня нас грозный. Особенно к нам он будет грозен. Я слышал тут у старообрядцев в Барнауле было. Бабушки, подружки постелили, легли. Ну и беседуют. У кого самая плохая сноха, плохой зед. И в это время большая дубовая икона Ильи падает. Но упала углом, потом на другой угол, как доска большая. И накрыла этих бамок. Страху-то сколько говорит. Ох и грозный же ты Илья, но и пощадил. И разговоры все сразу прекратились. Я с детства помню Ильин день. Последний день, когда можно купаться. Пророк Илья сошел. Гром гремит, это все он громовержит. Все к нему приписывали. Про Илью все знали. Про Моисея я ни одного слова не слышал нигде. Я спрашиваю, почему. Значит, приходится больше говорить сегодня и о Моисею. Моисей предсказал. У людей как-то сложилось такое мнение, что если пророчество, это должно быть вот так-то. Только в будущем. Пророчество это то, что было в прошлом. Моисей в будущем ничего не сказал. Там пять слов. А сюда, на сегодняшний день, разбираться в этих событиях. Так что, пророк Моисея Илья, вымолите у Бога нам здравый смысл, ходить твердо обеими ногами и поражать всякий грех. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.